Глава первая. Трудное решение. Деревушка Ситроп-Вилледж была одним из тех мест, встретив которые во время путешествия скиталец рисковал влюбиться всем сердцем и осесть в этих краях надолго. Тут и горный кряж неподалеку, с которого вбежали ручьи с прозрачной и прохладной водой, и лес, недостаточно густой и мрачный, чтобы стать домом для странных и опасных существ, но в меру тенистый и манящий прогуляться жарким днем перед ужином. И всего одна, огибавшая два десятка домов дорога, так и просившаяся на холст живописца. Даже по меркам спокойной эквестрии местечко было умиротворяющим. Однако те, кто выказывал желание задержаться в деревне подольше, чем на пару ночей в чем-нибудь сарае, в какой-то момент узнавали два неоспоримо печальных факта. Первый был в том, что по проекту регионального строительства власти Троттингема при давлении со стороны строительной компании Троттингем Солюшенс определили Ситроп-Вилледж как источник водных ресурсов для расширяющихся аграрных площадей. В связи с этим получили подписи проекта водопроводов, ирригационных систем, многоэтажных жилых комплексов, ветки юго-восточного каретного пути, ради которых игнорировались наличие лесов и прочей природной красоты. Само строительство еще не началось, в основном по причине второй проблемы, донимавшей Ситроп-Вилледж. В пещерах тех самых гор, за тем самым лесом, который вдохновил ни одного сочинителя сонетов, находилось укромное, но весьма заметное поселение пони особой породы. Для простоты их называли бэт-пони, намекая на определенную схожесть с летучими мышами. Но когда они, следуя природным инстинктам, по ночам в одиночку и группами бесшумно скользили по небосводу, их называли совершенно другими словами и сравнивали совершенно другими созданиями. А иного поведения от этих соседей ждать не приходилось. Ночь была их днем, и пренебрегать собственной природой ради комфорта окружающих гордые ночные жители не собирались. Мнением прочих пони они интересовались в последнюю очередь, что, кстати, и тормозило индустриальное развитие края. Власти Трутингема никак не могли втолковать сообщество бэт-пони, на что просят у них разрешение и почему это выгодно всей округе. И пока представители сторон вели бесконечные переговоры, пытаясь понять, что каждый пытается донести до другого, Ситрэп Вилледж просто жила своей жизнью, позволяя взрослым и детям заниматься обыденными вещами. Например, играть на лужайке возле стены из лесных деревьев, где компания юных кобылок как раз пыталась разыграть на расстеленной скатерти представление с тряпичными куклами, которые жили дружно с семьей. Небольшое и милое развлечение прервали те самые представители соседствующего вида, не сильно превосходившие кобылок по возрасту. Группа мышекрылых юнцов, у которых было достаточно энергии, чтобы валять дурака по ночам, подремать часов в пять и сбежать из детского сада через давно разведанные дырки в заборе, нашли себе развлечение. С диким рыком они выпрыгнули из листвы ближайших деревьев, служившей им укрытием. Ответный визг девчонок, которые кинулись прочь от леса с максимальной для маленьких ножек скоростью, молодежь Бэтпони встретила безудержным хохотом. И только один, отсмеявшись, заметил, что зеленогривая кобылка спокойно отложила куклу, к которой во время игры не питала особого интереса и наблюдает зазорной кампанией. Лидерно проказничавшего коллектива захотел показать остальным, какой он лидер. Расправив вполне окрепшие для его возраста крылья, он спланировал поближе к кобылке и, оскалив пока еще коротковатые клыки, рявкнул повторно. Та неожиданно захихикала. — Ты смешной! — произнесла она. Бэтпони от неожиданности не сразу закрыл хищно распахнутый рот, и теперь, учитывая округлившиеся глаза, действительно выглядел смешно и глупо. — Нет, я страшный! — запротестовал ночной летун, не желавший утратить уважение своей банды, которая Светок наблюдала за разговором. — Ага, конечно! — хмыкнула юная единорожка. Она почему-то чуть ли не с нежностью таращилась на того, кто должен был вызывать трепет. — А ты недавно летать начал? — внезапно последовал вопрос. — Давно! — буркнул Бэтпони, желая лишь поскорее прекратить этот разговор, явно не раскрывавший его лидерских качеств и способности к запугиванию. — А почему тогда раньше не показывался? — Да потому что... — Неважно, в общем! Он развернулся и захлопал перепончатыми крыльями, поднимаясь в воздух. Однако странная кобылка не успокоилась, раскочила на ноги и в три прыжка вновь оказалась у него перед мордой. — А завтра покажешься? — спросила она, заглядывая в его оранжевые глаза с вертикальными зрачками, своими зелеными, большими и глубокими. — Если покажешься, я постараюсь испугаться. Честно-честно! — Отстань, малявка! — потребовал злящийся на себя Бэтпони. Ему не требовались чужие подачки. Он самоуверенный, независимый. Он воин ночи! — Меня дрессерчки Юр зовут. Можешь называть меня Кьюрис! — сообщила малявка, слегка наклонив голову в бок. Жеребец резко взмахнул крыльями, направляясь к листве и деревьям, где ждали молодые соратники, наверняка придумавшие уже немало шуточек по поводу неудачного запугивания, но остановился. И поскольку они в любом случае будут его шпынять, от произнесения дополнительной пары слов летун ничего не терял. — Краулинг шейт! — произнес он, косо глянув на оставшуюся внизу маленькую единорожку. Пускай знает, кого ей следует бояться при следующей встрече. Тихий стук отвлек дрессерчки Юр от сборника тестов, в котором она карандашом обводила предполагаемые правильные ответы. Единорожка бросила быстрый взгляд в сторону занавесок, скрывавших ставни. Ровно через секунду разом утомленным математическими задачками решил еще одну. Определил, кто тот единственный пони, желавший в поздний час постучать в ее окно на третьем этаже многоквартирного дома. Раздернув занавески и распахнув окно, Кьюр первым делом бросила взгляд на залитые звездным светом огромные кучи земли, отмечавшие разрытую рабочими Трутингем Солюшенс водопроводную линию, вышедшую из строя из-за изначально халтурно проложенных труб. Попытки починить то, из-за чего деревня Ситроп-Вилледж превратилась в несуразную смесь деревянных домиков, каменных зданий и пустого, проданного, но еще не застроенного пространства продолжались уже неделю. Они изрядно выводили Кьюр из себя, потому что засесть за книги в таких условиях не получалось. А ночью, когда Трутингем Солюшенс брала перерыв, подключались другие отвлекающие аспекты, один из которых завис напротив окна квартиры. «Ну что, прогуляемся к старым соснам?» — спросил Краулинг Шейд, подмигнув оранжевым глазом, искали клыки в улыбке. Старыми соснами называли участок леса, переживший вторжение Трутингем Солюшенс и их инновационную работу на местности, переросшую в значительное сокращение количества деревьев в округе. После протеста со стороны жителей, владелец конторы и алиант Жок признал поспешность действий и неправоту сотрудников. Небольшой земельный надел засадили юными деревцами, которые стали именоваться, соответственно, молодыми соснами. «Не сегодня, Шейд!» — резко ответила Кьюр, возвращаясь в кресло, позволяющее принять вид занятого работой философ. «Мне надо готовиться. Через неделю вступительные экзамены в Мейнхмед. Это серьезно!» «О-о-о!» — удивленно произнес Шейд. «И давно ты стала такой заучкой!» Дрессич Кьюр не удостоила его ответа. Сочтя тему исчерпанной, она магией закрыла окно, но, насмешливая в фыркане, хоть и приглушенная, будущая студентка все равно расслышала. «Кьюрис, тебе что, родители запретили со мной гулять?» Кьюр тяжело вздохнула. Она очень не хотела этого говорить, надеясь, что первой отговорки будет достаточно и не придется ставить под удар давнюю дружбу. Но пришла пора установить границу между жизнью беззаботной кобылки и будущим дипломированного специалиста. «Шейд, ну ты приятный собеседник», — начала она. Собеседник пошевелил украшенными кисточками ушами. Кьюр тихо ругнулась и приоткрыл окно. «Я хотела сказать, что с тобой приятно проводить время. У тебя интересный взгляд на вещи, с тобой весело». «Упрощу ситуацию», — взмахом копыта остановил ее Бэтпони. «Технически я не твой особенный пони, так что необязательно сочинять речь о том, что хочешь со мной расстаться. Я просто хочу, чтобы ты понял», — замялась Кьюр. «Ты... ты как бы тянешь меня вниз. Я трачу на тебя время, которое мне следует тратить на учебу, на книги, на свое развитие, свое будущее. Я хочу поступить в медицинский институт, хочу его закончить. Но если я буду гулять с тобой к старым соснам, у меня ничего не выйдет. Поэтому, пожалуйста», — зеленая единорожка замолчала, не зная, как сформулировать мысль. «Давай жить разными жизнями». Краулинг Шейд висел в воздухе возле окна, интенсивно работая крыльями. Кьюр понятия не имела, что происходит сейчас в голове жеребца. Обиделся ли он, разозлился, внял ее словам и смирился? Что, если он не захочет быть вот так отвергнутым? Что, если он испытывает к ней какие-то реальные чувства? «Кьюрис, сколько ты знаешь песен о великих крыльях?» — внезапно спросил мышекрылый гость. Кьюр растерянно заморгала. «Уверен, что не одной», — ответил на нее Шейд. «Сильно сомневаюсь, что и твои родители услышали хоть одну, а их сорок восемь. Песен о великих крыльях!» Он поставил передние копыта на подоконник и перенес на них часть своего веса. Ромбовидные зрачки оранжевых глаз сузились, реагируя на слишком яркий для них свет в комнате Кьюр. Но Шейд преодолел это болезненное мгновение, чтобы сконцентрировать взгляд на давние подруги. «Великими крыльями называют тех из моего народа, кто совершил великое деяние, память о котором достойно остаться в веках», — начал он. Бархатистый тембр его голоса всегда действовал на Кьюр чарующий, и даже тяга к образованию или временная неприязнь к рассказчику не могли застаивать ее прервать речь Бэтпони. «Вот только деяния эти настолько значительные!» Он поставил пропитанное горькой иронии ударянина последним слове. «Что за пределами мест, в которых я родился и вырос, про них никто не слышал. Один достойный жеребец нашел под камнем родник, чем помог семье и соседям. Теперь это увековечено в стихах. Другая песня о том, как кобыла спасла фруктовую рощу от вредоносных клещей. Не правда ли? Великие свершения!» Он распахнул окно настиж и, извернувшись, присел на подоконник, прижав крылья к телу. «А я хочу о себе другую песню», — произнес Шейд, высверливая взглядом дыры в штукатурке. «Песню, которую будут знать не только мои сородичи. И я хочу, чтобы ее пели по всей Эквестрии. И ты права». Шейд положил свое копыто на копыток Юр. «С самой нашей первой встречи, когда ты говоришь про меня, ты подчеркиваешь мои слабости. Ты видишь их во мне, когда я сам не могу увидеть. Ты считаешь, что я трачу время на праздные гуляния? Да чего же ты права? У пони с моими планами. Не должно быть такой жизни!» Копыто жеребца соскользнуло с теплого прибежища и переместилось на холодную картонную обложку учебника по естествознанию. «Я тоже хочу получить образование. Я тоже хочу в институт. Мне тоже надо постигать науку. Когда, говоришь, там экзамены будут?» «Недели на подготовку тебе не хватит», — печально ответил Кьюр. «Просто скажи, Кьюрис, на кого я смогу выучиться и что для этого надо понять, прочитав в книгах? Я постараюсь тебя удивить». Она пришла к нему в общежитие поздно вечером, неведомо как пробившись через принципиального консьержа. Пришла без учебников, конспектов, лекций или тетрадок с результатами лабораторных, но с следами слез на щеках. «Так что случилось?» — спросил Шейд, бросив взгляд на соседей по комнате. У тех незамедлительно нашлись дела на кухне или около подъезда, под предлогом которых жеребцы мгновенно освободили помещение. Кьюр долго не отвечала. Так долго, что Бетпо не решил, будто все, что ей требовалось, зайти и увидеть его. Но когда ей удалось выговорить первые слова, он понял, чем на самом деле была вызвана нерешительность. «У меня будет жеребенок, Шейд». «Ну вот и доучилось. Это не ко мне вопрос. По-моему, чудесная новость. Как ты себя чувствуешь?» Ворох возможных фраз пронесся через сознание Бетпони. От насмешек до сочувствия, от вопросов до поздравлений. Выбрать что-то конкретное оказалось затруднительно. «Если тебе требуется оформить академический отпуск через деканат, я поспособствую». Наконец предпочел нейтральный вариант Шейд. «Ты знаешь, что я у них на особым счету?» «Тебя даже не волнует, как я оказалась в такой ситуации?» Отстраненно спросила Кьюр. «Нет, конечно, блин». Раздраженный рефлекторным неудачным ответом, Шейд чуть не куснул себя за копыта. «Я не хотел сказать, что мне не волнует то, что с тобой происходит. Я хочу сказать, что независимо от предыстории, я готов помочь. Ты же знаешь Кьюрис любыми средствами». «Я поняла тебя, Шейд», — кивнул зеленая единорожка. «Просто все так несправедливо». Шейду было любопытно узнать подробности, но в такой ситуации лезть с вопросами не стоило. Искушение он решил преодолеть, заняв себе приготовлением для Кьюр чашки с чаем. Немного подумав, он сделал чашку бодрящего напитка и себе тоже. Пусть это и грозило подорвать его режим спиночью бдеднем. Физически неудобный, но вынужденно необходимый для учебы. Вроде не такая важная дисциплина. Медленно говорила в пространство гости, пока Шейд возился с чайником. Основы магических манипуляций. «Тройки бы хватило, но диплом с отличием. Наверное, я бы все равно его получила, но я хотела отличную оценку, потому что у меня везде и всегда только отлично. А тут что-то не получается, пятерка не светит. И я не знала, как. Где искать решение проблемы? Кьюр прочно и заботливо обхватила чашку, которую ей протянул Шейд. Бэтпони уселся накрывать койку напротив подруги. А потом профессор завел разговор о моих оценках. О том, как мне не дается магия, что экзамен мне не сдать. Но есть особое предложение. Гарантирует отличную оценку. И я почему-то решила, что не будет ничего страшного, что ничего плохого. Кто эта тварь? Перебил сбивчивое повествование Шейд. Скажи мне имя этого профессора. Диспьют. После долгого умолчания тихо проговорила Кьюр. Так. Бэтпони поднялся с места, отставив нетронутую чашку с чаем и начал мерить шагами комнату. Завтра утром я отправлюсь в главный корпус и добьюсь, чтобы ректор Эмблинген выгнал в зашею этого... Нет, не надо. Неожиданно сплошилась Кьюр, но унять Шейда было сложно. Я доведу этот вопрос до научного совета, разошелся он. Это позор для так называемого профессора, для этого института, вообще для всей эквестрийской науки. Пусть все узнают. Хватит! Резко потребовала Кьюр. Смена настроения со стороны попавшей в трудную ситуацию пони. Оборвала не только речь Бэт Пони, но и мысли тоже. Кьюрис, я же хочу тебе помочь! Ноздри Кьюр гневно затрепетали. Почему ты все время рвешься мне помогать? Что у тебя за манера лезть постоянно в мою жизнь? Со школой я постоянно вынуждена видеть твою тень рядом с собой. Преследуешь, надоедаешь, решаешь что-то за меня, указываешь, как мне быть. Я много раз повторяла, что у меня своя жизнь и она тебя волновать не должна. Твое присутствие в ней все портит. Брови жеребца поползли вверх. Он был настолько взбешен, что мог ляпнуть что угодно, не особо задумываясь о последствиях таких слов, но из уважения к подруге сдерживался. Я хочу помочь, деликатно пояснил он, потому что считаю себя обязанным тебе за все те хорошие вещи, которые ты сделала для меня, понимаешь? Ты очень сильно на меня повлияла, фактически изменила мой взгляд на мир. Ты для меня очень много значишь. Да? А ты для меня не значишь ничего, фыркнула единорожка. Шейд озлобленно клацнул зубами. Тогда чего ты приперлась сюда вообще? спросил он. Вместо ответа в него полетела чашка. Не успевший остыть чай залил перепонку мгновенно закрывшего морду крыла. Отдернув крыло, шейд не удоставил его взглядом, хотя ожог был чувствителен, а стекавшие по крылу капли противно щекотали. Осколком чашки на полу также не досталось его внимания. Бэтпони пристально смотрел туда, где еще несколько секунд назад сидела зеленая единорожка. От вида пустого стула в груди жгло так, что пострадавшее крыло совершенно не чувствовалось. С огромной радостью от имени Мейнхэттенского медицинского института говорил с трибуны белая единорожка в строгом костюме с пузументами. Я хотела бы отметить одного из безусловно лучших исследователей своего поколения. Довольно странно это говорить, учитывая сколько раз он опаздывал на мои занятия и засыпал во время лекций. Стоявший чуть позади трибуны краулингшейд с виноватым видом водил копытом подощатому настилу. То, что сейчас представлялось шуткой, ранее являлось серьезной проблемой. Его природные инстинкты ночного жителя конфликтовали с утренней сменой в институте. Чтобы преодолеть этот биологический барьер, ему понадобилась огромная сила воли. Итак, особый диплом с отличием и поздравительную грамоту от ректората «Я хотела бы вручить краулингшейду», завершил монолог ректор Эмблинген. Бэтпо не приблизился, чтобы забрать у нее документы, над получением которых Карпел, учитывая год переподготовки после заваленных вступительных экзаменов, шесть лет, он старался добродушно улыбаться, по мере сил не выпячивать клыки и не смотреть профессору в мордочку. Явные признаки старости, а точнее то, что Эмблинген отчаянно пыталась скрыть под слоем штукатурки, были шейду противны. К счастью, он мог спрятать глаза за недавно приобретенной парой круглых солнцезащитных очков, которые имел полное право носить для защиты зрения. «Благодарю, профессор», сказал Шейд, сохраняя удачный для ловивших момент фотоаппаратов ракурс. «Уверен, что знания, полученные в этих самых стенах, мне пригодятся бесчисленное количество раз». «Вы очень необычный студент», прошептала сквозь улыбку Эмблинген. «Предвижу, вас ждет очень необычное будущее, а я с нетерпением буду ждать кого-нибудь из ваших сородичей. Они, наверное, последуют вашему примеру». «О, я бы на это не рассчитывал», ответил Шейд, напоследок отвешивая поклон ректору института, которую, если верить слухам, должны были повысить и построить во главе всего Мэнхэттенского медицинского центра. Сохранить хорошие отношения с такой пони Шейд считал крайне важным. Профессор осталось за трибуной чествовать прочих очень особенных студентов, а Шейд по пределам из края лесенки спустился в ряды менее усердных учеников и сразу побрел к выходу со спортивной площадки, где по традиции проводилась выпускная церемония. Периодически он бросал взгляды по сторонам и в какой-то момент заметил ее, зеленую единорожку, которая скромно стояла с краю толпы родителей отучившихся студентов. «Ты все-таки пришла», сказал он, пробившись через пять рядов пони. Дрессич Кьюр вздрогнула, поскольку явно проглядела его приближение. «Да, для тебя ведь это особенный день, и я хотела глянуть одним глазком», тихо ответила она. И тут Шейд наконец заметил, на чем постоянно сосредотачивала свое внимание Кьюр. Через ее шею и плечо был перекинут миниатюрный гамак из ткани, в котором покачивалось маленькое существо с завитушками гривы, которое водило по сторонам зелеными глазками. «Это красавец Фибелис?» задал очевидный вопрос Бэтпони. Он собирал крупицы информации о Кьюр. По крайней мере, он точно знал, что она вернулась в Ситроп Вилледж и назвала сына Фибелис Файбл. Он самый. По-прежнему не радовала эмоциональность давняя подруга. Шейд наклонился чуть ближе к ней и ощутил слабое присутствие знакомого аромата. Аромата медицины. Аромата стерильных кабинетов и процедурных комнат. Что бы ни привело Кьюр в Мейнхэттен, оно не ограничивалось выпускным вечером друга детства. Шейд, ты никак убежать решил? Позвучал голос за спиной Бэтпони. Краулинг Шейд раздраженно вздохнул. Новые знакомые мешали ему нормально поговорить со старыми. Кьюр, это Эндлес. Учится здесь на юридическом. Пояснил он и только после этого повернул голову в сторону подкравшегося зенопони. Эндлес, это Дресач Кьюр, моя хорошая знакомая. А здрасте. Едва скользнул взглядом пока были жеребенком тут и тут же накинулся на Шейда. Ну что, отличник запредельный, будешь сегодня с нами до утра гулять? У меня режим. Последовал ответ. Ой, да ладно тебе. Завтра же никуда просыпаться не надо. Хоть весь день валяйся. А дружбу отметить наш юношеский союз это святое, между прочим. Шейд с недовольной мордой отвернулся от земнопони. Но обнаружил, что Кьюр, видимо, убедившись, что у ее старого знакомого жизнь складывается просто замечательно, развернулась и уходит прочь. Порыв догнать ее остановил буквально повисший на перепончатом крыле Эндлес. Ой, ну ладно, притворно сдался Шейд. Я могу позволить себе одну ночь веселья. Это не перебор. Наверное. Не-не-не. Эндлес отдернул приятеля, попытавшегося высвободить крыло и сделать пару шагов в сторону от товарища. Мы начинаем праздновать в другой стороне. И у меня личная миссия отвезти тебя к компании. А то деру дашь, как много раз до этого. Не вслушиваясь в треп Эндлеса, Бэтпони повернул голову и бросил долгий взгляд вслед уходящей зеленой единорожки. У нее своя жизнь. У тебя своя. Она так хочет, напомнил себе Краулинг Шейд. Полная луна с темным профилем эликорна заливала землю прозрачным призрачным светом. Его было достаточно, чтобы тень бесшумно скользящего по небу летуна четко вырисовывалась на стенах обветшалых зданий, кое-где еще сохранявших потертые эмблемы Троттингем Солюшенс. Бэтпони искал одно неосвещенное окно среди множества неосвещенных окон. Его память еще хранила маршрут, которым он когда-то часто летал. Раму перекосило, и окно стало невозможно закрыть, даже если бы хозяйке квартиры было до него дело. Краулинг Шейд осторожно подцепил угол левой створки. Сопротивляясь с противным скрипом, она поддалась. Куда больше времени заняла попытка справиться с намертво заклинившей правой. Пролезть наполовину открытое окно он не смог. Но Бэтпони не сдавался и уже через минуту смог открыть окно настиж и опуститься на подоконник. Шейд спрыгнул внутрь комнаты и едва не упал. Под копыту подвернулась пустая бутылка. Он проследил, как она, вращаясь с тихим печальным звоном, откатывается в сторону. Затем огляделся. Чувствительным глазам ночного существа хватило света, чтобы увидеть еще несколько разбросанных по полу ловушек, а также то, что комната пребывала в ужасном состоянии. Некогда хоть и небольшая, но уютная квартира превратилась в помойку. Медленно шагающий Бэтпони то и дело переступал через валяющиеся вещи, книги, предметы, одежды, все новые бутылки, неизменно пустые. В помещении висел запах грязи и сырости, давно завядшей и прокисшей еды. Несмотря на время года было холодно, точнее сыро, и эта сырость норовила забраться под шерстку, выстудить тело, заставить мелко дрожать. Шейд вышел в коридор, бросил взгляд в сторону кухни, чувствительное обаяние заставило его скривиться и решительно двинулся к спальне. На пороге этой единственной обитаемой он застыл, в которой расклиня себя за то, что столько откладывал путешествия, сочтя урегулирование вопроса с грифонами более важным. Он боялся, что все-таки опоздал. Кьюр находилась в ужасном состоянии, в которое загнала себя сама. Совершенно неухоженная вдрызг пьяная кобыла не смогла даже заползти на кровать, подтащила к себе покрывало и впала в забытие. Осторожно войдя, хотя едва ли тяжело дышащая во сне пони была способна услышать его шаги, Шейд наклонился и поднял валяющуюся у безвольно откинутого копыта почти пустую бутыль, с которой Кьюр, видимо, рассталась в последнюю очередь. Понюхав горлышко и изучив этикетку, он перевел взгляд на нереагирующие на его присутствие кобылу. «Да, подруга», прошептал он, «Такое пойло, даже за бесплатно не все стали бы пить». Покачав головой, он бережно склонился над Кьюр и стал размышлять, как сдвинуть ее с места. Идеальным вариантом оказалось перетаскивание с перебрасыванием головы и передних ног через спину Бэт Пони. Кьюр при этом, а также на протяжении всей дороги до ванной комнаты, что-то тихонько неразборчиво бормотало. «Она была не в этом месте и не в это время. С кем ты о чем-то вела беседу, понятную лишь ей?» Беседа сменилась приблизительным осознанием происходящего, только когда Шейд, положив единорожку в ванну, врубил холодный душ. «Что? Как?» Кьюр села и дрожа водила по сторонам мутным взглядом. «Я... Ты...» Шейд, которому никак не везло отыскать подходящий кусок материи среди валяющихся на полу одинаково грязных полотенец, откликнулся. «Да я... Кто же еще?» Он распахнул крыло, чтобы повернуть им кран и уменьшить напор воды. «Знаю, ты просила в твою жизнь не лезть, но извини мне, назвать это жизнью нельзя. Как только до меня дошли слухи, что ты гробишь себя выпивкой, я сразу примчался». «Все бросил?» «Ради меня?» растерянно прошептала Кьюр, все еще не до конца протрезвевшая и не способная удержать на нем взгляд. «О, мне так много было бросать», отмахнулся Шейд. «Оставил Энделеса подписывать с грифонами бумаги, чтобы один ненужный остров полностью был в моем распоряжении. Надводная часть и подводные гроты в придачу. Энделес юрист, ему эти вещи ближе. А с группой строителей договоренность есть, задаток им выплачен. И настройки опять же лишние, так что у меня полно свободного времени». Слушающий его зеленая пони обессиленно сидел на месте. Будучи мокрой, она не пожелала, протянув копыта, взять полотенце или магии остановить воду. Вместо этого она смотрела на маленькую резиновую уточку, забившуюся под алюминиевый таз и заметную лишь из ванны. «А зачем мне вообще жить?» — прошитала Кьюр, оборвав речь жеребца. «Его больше нет, Шейд, моего малыша, Фибелиса». Краулинг Шейд недовольно поводил ушами. «Вот таких разговоров не надо», потребовал он, бросая на голову у единорожки самое чистое из полотенец. Сейчас ему важно было растрясти доведенную до отчаяния и погрузившуюся в черную меланхолию подругу и избавить ее от безразличия к самой себе. «Они говорили, что им знакома его болезнь», продолжал рассказывать Кьюр, комка в копытах полотенца. «Говорили, что знают способ лечения, что все будет хорошо, а я верила. Три года возила его в Мэйнхэттен и обратно, собирала справки, приносила анализы, отдавала им своего малыша. И все равно... Шейд, почему именно он? Почему так получилось? Краулинг Шейд не знал, как ответить на эти вопросы. Он не придумал на них ответы. Или, возможно, этих ответов не существовало в принципе. «И я заварю крепкий кофе», сообщил он, легко похлопав кьюр по ноге. «Потом соберу за тебя вещи. Ты в этом захолустье не останешься. Переедешь со мной в контрлот». «А что мне там делать?» Безучастно спросила она, глядя на мокрые и смятые в тугой комок полотенце. «Быть под моим присмотром». Кроме того, я дерну за пару ниточек. Мне командующий дьюит клатч кое за что обязан. Он устроит так, что тебя возьмет в контрлотский военник на два года рекрутской службы военврачом. «Тебе это нужно!» настойчиво произнес Шейд. «Тебе сейчас надо вернуть здоровый вид, дисциплину, уверенность в себе, найти цель в жизни». Бэтпони ждал очередной гневной отповеди, ждал, что Кьюр опять заведет разговор про разные жизни, что она опять запретит ему диктовать условия. Но сейчас огонь, разжигавший сопротивление и самостоятельность в ней почти угас. Она посмотрела на Шейда, но посмотрела как бы сквозь него. «Хорошо», шевельнулись ее губы. Шейд хотел оставить ее ненадолго, чтобы обеспечить кофе и прочие мелкие радости жизни, но Кьюр движением головы остановил его. «А потом я доучусь». «На врача», произнесла она. «Ведь если бы я была врачом, может, я смогла бы его спасти». Краулинг Шейд не мог заснуть. Она лежа рядом чувствовала это по его дыханию. Она уже научилась различать Шейда спящего и Шейда напряженно созерцающего потолок в попытках лишний раз не шевелиться, чтобы не разбудить ее. Но раз ей уж тоже не спалось, Кьюр решил не притворяться и магией стянула колпак со светлячковой лампой. «Что у тебя случилось?» спросила она, приподнимая голову. Как и ожидалось, в широко открытых глазах Шейда не было и тени сна, ромбовидные зрачки сузились от света. Убедившись, что все вокруг тоже страдают бессонницей, он встал и подошел к окну. Подняв голову, какое-то время молча смотрел на громадную яркую луну. Профиль оликорна на ней выглядел темнее и четче, чем обычно. Чувствительные глаза ночного существа видели также и четыре звездочки вокруг светила, зажегшиеся несколько дней назад и ночь от ночи набирающие силу. «Пророчество скоро сбудется», не поворачивая головы, негромко произнес Бэтпони. «Найт Мирмун вернется и устроит вечную ночь. И тогда у тебя будет время выспаться, поэтому сейчас спать не обязательно?» «Кьюрис, это не повод для шуток». «Шейд, с чего ты взял, что Найт Мир вернется? Откуда вернется-то?» Краулинг Шейд расправил крылья, практически заслонив ими лунный свет, проникавший в обжитую пристройку к обсерватории. «Мой народ помнит», произнес он. «Мой народ передает легенду через поколение, а то и что заключена на Луне, но однажды вернется. Когда четыре звезды укажут ей путь, настанет ее вечная ночь». «Красивая сказка», фритмолок Юр. «Мне ее сегодня рассказали еще раз, старейшины моего народа», продолжал Шейд, с плохо скрываемыми нотками в гордости в голосе. Они прилетели из удаленных селений, не только из района Ситроп-Вилледж. Пришли, чтобы спросить меня единственную их связь с миром дневных пони, единственного из них, кто осмелился бросить дом ради другой жизни. Они спросили меня, чью сторону должен принять ночной народ, должны ли мы летуны ночи поддерживать Найт Мирмун и ликовать во время ее возвращения? Или мы, как народ Эквестрии, должны подобно другим народам страшиться ее и препятствовать наступлению вечной ночи? Дрессич Кьюр задумчиво потерла висок. Что ты им сказал? Что дам ответ утром, вздохнул Шейд, но ответа я пока придумать не могу. Понимаешь, они прилетели не к правительнице Эквестрии, не к Селестии. Они прилетели за советом ко мне, лично ко мне. И от моего решения может измениться судьба всего мира. Бэт Пони неспешно вернулся к кровати, где его ждал недоизученный потолок. Попутно исчаше на тумбочке он схватил гроздь винограда, с которой намеревался разделаться в свойственной зубастом пони манере. Что если мое решение приведет к победе на это Мирму или ускорит ее окончательное поражение? Продолжал рассуждать вслух Шейд, забираясь в постель и подбивая подушку повыше. Мне надлежит сказать старейшинам, как им управлять многочисленными племенами, во благо или во вред. Это огромная ответственность. Не скрою, мне очень приятно принимать такие решения, приятно обладать такой властью. Но обратная сторона в том, что я уснуть не могу, хотя пара пилюли... Нет, завязывай с ними, прозвучал надухом голос Кьюр, они для тебя крайне вредны. Ты травишь себя снотворным и нейростимуляторами. Говорит та, кого я три раза от бутылки отрывал, усмехнулся Шейд. Ну да, конечно не мне давать советы, но я воспользовалась случаем и подсмотрела результаты последнего анализа крови в твоей медкарте. У меня теперь достаточно знания и опыта, чтобы заявить. С такой лекарственной диетой у тебя скоро начнутся проблемы. И печень с почками ты не отделаешься, уверяю тебя, ты отравил весь свой организм. Краулинг Шейд раздраженно заворчал и попробовал на зуб виноградину. Непрекращающиеся лекции на тему ухудшающегося здоровья ему уже начинали надоедать. Он прекрасно знал, что от лекарств пора отказываться, но образ жизни этому не способствовал. А по поводу твоих духовных терзаний Кьюр ласково погладила прядь волос в гриве Шейда. Когда мы с тобой играли в сто клеток и ты постоянно выигрывал, помни, что правило, которое ты сочинил для себя, с которым побеждал. Веди игру, не позволяй игре вести тебя, закончил предложение Шейд. Сейчас такой же случай. Подумай, возвращение Найт Мирмун полезно для тебя? Нет, качнул головой Шейд. Вечная ночь сорвет работу на Сихорс и другие проекты тоже. Помешает тебе устроиться в этот новый научный центр? Забывай его название постоянно. А, Стейлбридж. Во время Вечной ночи он вряд ли будет работать. Поэтому тебе ни в коем случае нельзя ее допустить. Завершила мысль единорожка. Вот оно твое решение. Она поцеловала Бэтпони в щеку и откатилась на свою половину кровати. Теперь засыпай. Тебе нужен здоровый сон. Краулинг Шейд несколько минут игрался с косточками винограда, вспоминая выдержки из институтских конспектов, касающиеся литургии, отдыха и релаксации. Потом отбросил несъедобную часть ягод в сторону и попытался погрузиться в этот самый злополучный здоровый сон. «Рэдфилд, сопроводите!» — попросил Шейд, надеясь на быстрое избавление от докучавшего ему ученого. При нем нельзя было кривиться от постоянной боли, прятавшейся за ребрами. Приходилось сохранять невозмутимый вид и рассчитывать, что пришедший просить о работе единорог примет это за безразличие конкретно к его личности. Тот, судя по поведению, так и подумал. Грубо схватил свои бумаги, пролепетал что-то про свою гордость и покинул кабинет. Вместе с визитной карточкой Центра Океанологии, которую Шейд незаметно вложил между страниц резюме. В Стейлбридже ученые вроде Халфто-то ему были не нужны, но это не означало, что они Шейду вообще не требовались. Нажатием на кнопку Бэтпони заблокировал двери. Сурчанием и лязгом из косяка выдвинулись толстые стальные штыри, исключавшие возможность попасть в его кабинет снаружи без использования тарана или боевой магии. Теперь, когда на него мог любоваться только висящий на стене портрет ее солнечного высочества, Шейд перебрался на гостевой диванчик и сложился практически вдвое. Твою ж мать! простонал он, вспоминая, сколько обезболивающих таблеток успел выпить за минувшее утро и день. выходило где-то на одну меньше, чем надо. Несколько минут пребывания в скрюченном горизонтальном положении слегка притупили боль, давно предсказанную знакомым врачом, а знакомый врач, судя по отрывистым щелчкам, решила сама дополнительно о себе напомнить. «Безопасно, можешь показаться», сообщил Шейд, потихоньку выпрямляясь на своей лежанке. Пирамидка на полке, принимаемая посетителями кабинета за сувенир из далеких краев, тихо загудела. Посреди кабинета из воздуха соткалась белая фигура неопределенного пола с размытыми чертами мордочки. «Тебе опять плохо?» первым делом осведомился фантом. Невыразительно синтезированный голос был полон искренней заботы. «Нормально мне», буртнул Шейд, «не хуже обычного». «Прекращай все эксперименты с лекарствами». «Я тебя серьезно прошу, умоляю!» «Ты скоро совсем сляжешь, Шейд, и как профессионал в области медицины скажу, что после того, как сляжешь, больше не поднимешься!» «Ты не по теме говоришь!» Белая фигура сокрушенно покачала головой. Пока Шейд был в одном научном центре, а Кьюр в другом, последняя никак не могла заставить первого взяться за ум. «Хорошо, скажу по теме. Я контролировала свитча весь последний месяц. Никаких аномалий в поведении не заметила. И он прошел твой тест. Успешно!» отрапортовала полупрозрачная фигура, подготовившая подробный рассказ. Торреста «торреста» татарарараррррррх Продолжение следует...